Матч по хоккею с мячом первенства Московской области Хочу сказать, что это очень самобытно Максимально обескураживающее начало Романтика Приветствую, с вами Ваня Романтик Как видите, на дворе зима, это значит, что в высших лигах продолжается межсезонье Низшие по чуть-чуть начали выступать, но я думаю, на низшие лиги по футболу мы отправимся чуть позже Сейчас же я нахожусь на платформе Кабаново Это значит, что я неподалеку от поселка Ликино-Дулево Куда я приехал, чтобы посмотреть матч по хоккею с мячом первенства Московской области Ну что, не задерживаемся, погнали на хоккей с мячом Если из Москвы до Ликино-Дулево не составляет труда добраться В принципе, ты садишься на электричку с Курского вокзала и едешь до Орехово-Зуево, где пересаживаешься на автобус И через полчаса приезжаешь в Ликино-Дулево То мне из Пушкино добраться до данного поселения, это прям целый квест Мне пришлось сменить целых три электрички Сначала я доехал до Мытища, из Мытища доехал до Фрязево Во Фрязево уже доехал до Кабаново Это предпоследняя остановка перед Орехово-Зуево Здесь можно также подсесть на автобус, который идет от Орехово-Зуево Почти на полпути до Ликино-Дулево Я подумал так сэкономить время Ну и, собственно, сейчас иду на остановку автобуса Надеюсь, что автобус приедет быстро И я сразу доеду до стадиона Потому что время до матча осталось примерно час При подходе на остановку Вон, кстати, наверное, мой автобус поехал, блин Встречаешь вот такое вот творчество Значит, и для местных не чуждо болеть за команды с высшей лиги Первое, что хочется сказать Что-то я как-то прошляпил момент Когда проезд на маршрутке за 10 минут стал стоить 64 рубля Ну, а во-вторых, по прибытию на нужную остановку Я пошел не в сторону стадиона А сначала посмотреть на очень интересный комплекс зданий Которые построены были до революции Я сейчас говорю про Ликинскую мануфактуру Часть из них сохранилась получше Часть из них практически полностью развалена Именно этой мануфактуре клуб «Русич» обязан своим появлением Немножко походило между зданий Причем, интересно, каждая из них занята чем-то своим Например, в одном из них есть краеведческий музей Другие из них, я так понимаю, раньше были общежитиями И теперь до сих пор так ими и остаются В целом, конечно, вид довольно печальный и удручающий Надеюсь, их не снесут со временем А все-таки останется это как архитектурные исторические памятники Буквально 5 минут отделяет стадион «Русич» от остановки автобусной Которой можно приехать Первое, что нас встречает, это микроавтобус команды «Обухова» Несмотря на то, что здесь выступает еще команда по футболу Сразу видно, какой вид спорта у клуба «Русич» номер один Это, конечно же, русский хоккей Это можно понять по билбордам, которые здесь висят Причем висят не первый год Вот я и на территории стадиона «Русич» Что он из себя представляет? Сейчас это, конечно же, каток Большой, залитый для того, чтобы команда играла в хоккей с мячом Ну и не только Тут, конечно же, проходят тренировки юношеской школы Ух, блин, чуть не упал И еще разок Если смотреть на карту, то по карте непонятно, есть ли здесь трибуны или нет Ну, конечно же, я посмотрел в интернете фотографии Трибуны здесь есть В принципе, ничего интересного тоже из себя не представляет Потому что это обычная трибуна в три ряда Но, блин, здесь на хоккей с мячом приходит столько людей Эта трибуна сразу по-другому выглядит совсем Когда она полностью забита людьми Причем видно то, что хоккеем с мячом здесь интересуется Стадион, скорее всего, в этом виде мы видим в один из самых последних разов Потому что совсем недавно вышла статья Что одобрили проект реконструкции данного стадиона Реконструкция по плану начнется в феврале Сейчас конец января, в принципе, там осталось всего 10 дней Возможно, приступят, возможно, не приступят Потому что есть ковид, который не особо считается планами людей Здесь планируют построить трибуну на целую тысячу человек Я думаю, она будет повнушительнее той, которая есть Ее планируют сделать именно со скамейками То есть прям особый акцент сделали на том, что ее сделают со скамейками Чтобы людям было удобно смотреть как летние виды спорта, так и зимние Но, что наоборот, для меня грустно, как для гранд-хоппера Это то, что сейчас подо льдом находится натуральное покрытие поля А сделают его искусственным Но так это будет или нет, посмотрим Реконструкцию планируют закончить за два года Значит, через пару лет можно приехать и посмотреть, что стало с данным стадионом Но, кстати, трибуна не везде в три ряда Это я погорячился Есть еще места, где трибуна в пять рядов Зашел на трибуну Первое, что вижу, это не традиционное приветствие А, видимо, традиционное фото Перед началом игры команды встали в полукруг Попами к трибуне почему-то Ну, наверное, так вид красивее, да? С административным зданием Ну, и через пару секунд начнется встреча Максимально обескураживающее начало матча Буквально пять минут, наверное, прошло сначала А Русич уже ведет со счетом 3-0 Не знаю, что будет дальше, но попахивает разгромом С учетом, что команды на данный момент идут на соседних местах турнирной таблицы Не знаю, чем это обусловлено Но, наверное, Обухова просто еще едет в маршрутке Не доехала до этого стадиона А уже потом соберется и, может быть, покажет какой-то результат Но это довольно странно На самом крае трибуны около, можно сказать, активного сектора поддержки местной команды Русич И сейчас только что была прикольная кричалка Есть три великих города на Букву Эл Первый был Лос-Анджелес Второй я не услышал Ну, а третий, конечно же, Ликина-Дулева Блин, оригинально, круто Среди зрителей данного матча можно встретить и фанатов, которые приехали сюда на выезд Фанаты Обухова Постоянно путаю ударения Правильно, Обухова Я уверен, что вскоре в будущем с парнями мы тоже встретимся на их домашнем матче С противоположной стороны можно обнаружить VIP-трибуну на одного человека Первый тайм подошел к концу Команды уходят по трибунку Но, в принципе, не возбраняется и людям зайти по трибунку погреться, как я понимаю Сейчас пойдем посмотрим, что там внутри Да, административное здание на первом этаже забито прям битуком Все обсуждают перипетии первого тайма Кстати, первый тайм закончился со счетом 5-0, если я правильно посчитал Все пропущенные шайбы гостевой командой Вообще видно, что административное здание существует не первый год Конечно, оно пошарпанное, но видно то, что люди более-менее поддерживают его в порядке Вот, например, есть стенды с наградами команды Русич Есть стенды с фотографиями, где можно ознакомиться с историей и становлением Ну и, конечно, самое главное, здесь есть туалет Ну, судя по началу второго тайма Рисунок игры пока не сильно изменится Русич забивает шестой Прошла, наверное, пара минут с начала второго тайма Очень похоже на начало первого Если посмотреть на экипировку команд, то можно заметить, что у гостевой команды вроде как у всех шорты одинаковые Вот у местной команды шорты не у всех одинаковые Кто-то даже играет в красных шортах Но большая часть играет в сине-желтых шортах Причем на них написано «Зоркий» Вот, очень хорошо сейчас это видно Интересно, с чем это связано Постоянно ловлю себя на мысли о том, что команду Русич хочу назвать командой Русич По аналогии с футбольным клубом из московского Вроде бы всего лишь одна буква, но насколько разные понятия Либо Россия, либо Русь А что вам ближе? Под зарядой гостевых фанатов Абухова забивает гол престижа Но зная, как проходят события в хоккейском То вообще, в принципе, может и интрига даже возродится Голы забиваются здесь очень быстро Ну вот, очередной мяч в ворота Абухова Счет уже становится неприличным Хотя я не знаю, какой счет в хоккейском считается неприличным Если вы знаете, напишите в комментариях Вот и все, встреча подошла к концу Если честно, я затрудняюсь сказать, какой финальный счет Потому что в этой встрече голов в ворота Абухова влетело очень много Я думаю, что там больше десятки явно Но Самое главное, игроки нашли все силы подъехать Похлопать своему фан-сектору Парням, которые приехали сюда Ну, возможно, не так далеко Но приехали сюда к 11 утра в субботу Ну и, конечно же, воодушевленные своей победой Игроки Русича подъехали к своему сектору активной поддержки Первый раз попал не на игру водника Архангельского Почему-то так раньше сложилось Теперь приехал в лиге пониже И посмотрел, как проходит хоккей с мячом в лиге Надулева Хочу сказать, что это очень самобытно Очень крутой вид спорта По-любому буду еще снимать игры Благо, даже в первенстве Московской области фанаты у команд имеются После матча я хотел пройтись по пустым стадионам Здесь в городе их три Сейчас мы были на стадионе Русич Также здесь есть стадион Сокол И есть стадион Лиас Команды Торпеда Лиас Но по наводке местных мужиков Мне сказали, что сейчас на стадионе Лиас будет проходить хоккей Хоккей, я так понимаю, на открытой коробке Поэтому сомнений вообще нету, куда сейчас я отправлюсь Так что бежим на автобус Встреча там уже началась Надеемся, попаду на второй-третий период Посмотрим хоккей на открытом воздухе Настало время провести розыгрыш фанзины скитальца 18 Для участия нужно было подписаться на канал И под закрепленным комментарием написать, куда можно сгонять межсезонье Как обычно воспользуемся рандомайзером Всего 13 человек выполнило условия А значит выставляем нужный нам диапазон от 1 до 13 И нажимаем сгенерировать Вуаля! И побеждает участник под номером 12 Смотрим, кто это Это Вячеслав Холопов Надеюсь, я правильно поставил ударение Для того, чтобы забрать журнал, пиши мне в любую из соцсетей Поздравляю! Небольшой марш-бросок на автобусе И вот я подхожу уже к катку на стадионе Лиас Что отрадно, я слышу голоса, реакции болельщиков на то, что происходит в коробке Значит, я успел хотя бы на какую-то часть встречи А встреча у нас на первенство Орехово-Зуевского района Где команда Лиас встречается с командой вроде бы Русич Но это не точно Сейчас дойдем до трибун, узнаем точно Блин, ну выглядит это, конечно, круто так Главное, чтобы машина меня не задавила Которая только что пронеслась мимо Одна трибуна уже, конечно, приказала долго жить Но на другой деревянные настилы есть А значит, есть болельщики Идем внутрь чаши смотреть, что же там происходит Такой вот здесь вот выход из административного здания И сразу мы видим лед И игру в разгаре Вообще первый раз на хоккей, на открытой площадке Все-таки теперь можно понять людей, которые очень любят хоккей И именно вот такую вот классику Выглядит очень классно, динамично Совсем не так, как в домом дворце Уточнил название команд Я неправильно сказал Одна из команд называется не Русич Она называется прям как рабочий поселок Кинодулева А вторая команда Лиас На данный момент счет уже 7-4 Но я, по крайней мере, видел три шайбы Причем ворота Лиаса Может быть, немножко неправильно мне сказали Табло, естественно, нету Поэтому узнать достоверность не получится Атмосфера очень крутая Сейчас пойду, покажу вокруг коробки Стадион в микрорайоне Лиас По крайней мере, сейчас называется так Этот микрорайон Появился в 1957 году Сам же завод, возникновению которого обязан этот стадион Появился в 30-х годах Изначально здесь не строили автобусы А этот завод был лесохимическим Потом уже спустя почти 20 лет Его перепрофилировали на машиностроительный завод Но, опять же, сначала он выпускал всего лишь запчасти А уже в 1959 году То есть стадион стоял на этом месте Завод начал специализироваться на выпуске автобусов И эти автобусы, друзья, мы можем видеть до сих пор На улицах разных городов В Москве, например, вы видели по-любому электробусы И эти электробусы тоже делают именно здесь В Ликин-Дулево На заводе Лиас Что еще можно сказать про заснеженный стадион торпеды Лиас Я, если честно, не знаю Ну, наверное, то, что у него есть две трибуны С одной стороны, раньше было административное здание Но, к сожалению, оно до наших дней не дожило Забавно, что мужики, которые поддерживают трусич Просто приехали посмотреть хоккей И создать здесь атмосферу Побарабанить, поподдерживать Просто местных мужиков, которые рубятся в хоккей На открытом воздухе У каких-то хоккеистов даже написана фамилия на спине У каких-то нет Но классно Свитера хоккейные Прям с маркой автобусного завода, который их спонсирует Стою на автобусной остановке И после проведенных четырех часов на улице Я довольно сильно подмерз Поэтому решил ехать домой А не на еще один стадион здесь в городе Под названием Сокол Стадион тоже имеет свою историю Потому что Сокол это не что иное, как логотип Одного из местных заводов Который один из самых известных, наверное, и здесь в городе И вообще в России Это Дулевский фарфоровый завод Его логотип это Сокол Почему он такой, я не буду рассказывать Потому что я надеюсь сюда в город попасть еще раз Но, наверное, все-таки на футбол Потому что команда Сокол выступает на первенстве Орехово-Зуевского района И надеюсь в 2022 году у меня получится зацепить этот стадион С футбольным матчем Ну а сейчас едем на автобусную остановку Чтобы попасть на платформу Кабанова Правда, почему-то транспорт не едет Хотя нет, вот я вижу маршрутку И надеюсь успею на свою электричку Потому что следующая будет только через 50 минут Думаю, закончить влог будет лучше всего На том же месте, где мы его и начали На платформе Кабанова Куда я подхожу Чтобы уехать обратно с двумя пересадками До своего дома Не очень хочется делать больших выводов После того, что я увидел Но, наверное, Эликинодолева Это один из самых атмосферных городов Где поддерживают просто спорт И где его можно увидеть на любительском уровне Именно такой, какой он есть Остальные выводы сделайте сами Если тебе понравился этот влог Обязательно поставь лайк Подпишись на канал Жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие влоги Большое спасибо всем тем, кто репостит мои видосы Со страницы ВКонтакте Ну и в целом репостит свои соцсети Благодаря вам аудитория этого канала становится больше Ну и в целом вы помогаете мне очень сильно в продвижении Зима продолжается, как и межсезонье Я уверен, что хоккей с мячом И футбол зимой мы еще зацепим Поэтому не прощаемся